Глава администрации округа решил лично убедиться, что в новом здании фельдшерско-акушерского пункта в Утёсном всё сделано на совесть. Помещение в 120 квадратов с просторными кабинетами, комнатой отдыха двумя санузлами, полный комфорт и для больных, и для медицинского персонала. Это вообще целевая программа государственная и краевая, и губернатор эту программу поддержит и продвигает в наши сёла по всему Приморскому краю. Большое ему спасибо за это. У нас это уже третий ФАП. За окном минус 20, а в помещении тепло. При возведении здания применялись самые современные материалы. Цель перед строителями стояла чёткая – минимизировать расходы на обслуживание ФАПа после ввода в эксплуатацию. С обогревом комнат это точно удалось. Пары обогревателей вполне достаточно для такой площади. Это достигнуто за счёт того, что те материалы, которые применяются, позволяют поддерживать внутри такие комфортные температуры. То есть теплопотери минимальные. В прошлом году таких ФАПов было построено 50. Мы учли многие ошибки, которые возникли при эксплуатации. Комиссия из нескольких человек детально обследует каждую комнату, каждый угол. После подписания актов ФАП передадут на баланс городской больницы. Оснащать медицинским оборудованием тоже будет здравоохранение. По скромным подсчётам сюда необходимо вложить 1 миллион рублей. Программа хорошая. Я думаю, что это не последний ФАП на территории города Уссурийска и Уссурийского района. Поэтому надеемся на дальнейшее развитие. Спасибо администрации Приморского края, потому что это их забота, это департамент здравоохранения, это труд многих людей. В Элитном и в Богатырке современные фельдшерско-акушерские пункты уже работают. Весной и жители Утёсного смогут получать медицинскую помощь, не выезжая за пределы села. Сотрудник для работы в этом ФАПе уже есть. На следующий год также запланировано строительство медпункта в Горно-Таёжном.